Привет, капитаны. Думал, что уже все сказал про нерестовый запрет. А нет. Оказалось, что Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства имеет свое суверенное мнение по поводу применения и толкования закона о рыболовстве. И меня это немножко возмутило, поскольку всем известно, я человек очень законопослушный и привык выполнять все установленные правила. Даже если введут правила ездить по магистралям на двух колесах автомобиля, я выучусь и начну ездить. Но в то же время я очень хочу, чтобы и контролирующие органы правильно понимали те законодательные акты, их существо, по которым они обязаны работать. Итак, 8 апреля на сайте МОКТУ Московско-Окского территориального управления Росрыболовства появилось разъяснение относительно использования маломерных судов в период нерестового запрета. Мало того, там ни слова о рыболовстве не идет. И только лишь юристы этого управления хотят притянуть каким-то образом закон о рыболовстве и другие нормативные акты к ограничению плавания, которое незаконно введено сейчас во многих губерниях, республиках, областях. И ретиво исполняется, а точнее ретиво штрафуются судоводители местными контролерами всех мастей от Рыбнадзора до ГИМС, естественно. Итак, что же разъясняет МОКТУ? Законом рыболовства и установлено, что основой осуществления рыболовства и сохранения водных биоресурсов являются правила рыболовства, которые обязательны для исполнения, в том числе гражданами. Спору нет. Но заметьте, основой рыболовства. Продолжаю. Пунктом 4, части 3, статьи 43.1 закона о рыболовстве предусмотрено, что правилами рыболовства установлены требования к сохранению водных биоресурсов. И с этим спорить я не могу. А вот дальше начинается цирк с конями. Как юристы МОКТУ трактуют эти нормы? Таким образом делают они вывод. Водные объекты рыбохозяйственного значения являются средой обитания водных биологических ресурсов. Удивительно, рыбы не дышат воздухом и не живут на суше. Вот это вывод. И запрет на передвижение по водным объектам рыбохозяйственного значения Московского, ну в данном случае Московского региона, на маломерных судах любого типа с применением мотора в запретные сроки и в запретных районах установлен под пунктами 15.4.4 и 15.4.5 пункта 15.4 правил рыболовства, который введен с целью сохранения водных биоресурсов и среды их обитания. А именно, вот это важно, с целью исключения антропогенного воздействия. И тут же ученые и юристы разъясняют, что такое антропогенное воздействие. Шумовое загрязнение и создание волны. Дичь. Ну ладно, наводные объекты в период массового нереста обитающих видов рыб. Вот в этом абзаце и кроется основная ошибка, которую допускают умышленно юристы МОКТУ для того, чтобы ввести в заблуждение вас, дорогие судоводители маломерных судов. Ну как же, вы читаете разъяснение территориального управления, Росрыболовства, как ему можно не поверить. И вот цитируемая статья, в чем кроется ошибка, говорит исключительно о запрете вот всех тех запретах, то есть использовать маломерные суда, передвигаться, при осуществлении рыболовства. Ключевое понятие при осуществлении рыболовства. Если вы рыболовство не осуществляете, для вас эти запреты не действуют. Могут действовать другие запреты, но не эти. Вот сейчас я научу вас читать закон правильно, а не так, как это делают толкователи из МОКТУ. Итак, приказ Минсельхоз России номер 453. Замечательно. Какую норму он содержит? Содержит он пункт 15. Я специально выделил цветом каждый подпункт и подподпункт. И как юрист совершенно очевидно утверждаю, что читать это надо следующим образом. Сначала читаем заголовок, или точнее основной текст пункта. При осуществлении рыболовства запрещается. Далее переходим к подпунктам. И имеем в виду, что читая каждый из них, мы как будто бы дополняем фразу, которая прозвучала в самом пункте. Итак, читаем. При осуществлении рыболовства запрещается юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам, ТТТ и так далее. Ну и тоже касается использовать маломерные суда. Таким образом, правильным прочтением будет не отдельно запрещается передвигаться, а полностью при осуществлении рыболовства запрещается гражданам передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки в запретных районах. Вы почувствовали разницу в толковании, которое нам навязывают и тем, как правильно? Только при осуществлении рыболовства и ни при каких иных обстоятельствах не может приказ Минсельхоза 453 что-либо нам запретить. Любой другой нормативный акт, касающийся плавания на маломерных судах, наверное, мог бы, но не запрещает. А вот этот приказ только так, при осуществлении рыболовства запрещается. Далее, дорогие толкователи, разъясняют, что антропогенное воздействие, создаваемое лодочным мотором, оказывает негативное воздействие на водные и биологические ресурсы и ссылается на данные каких-то научных организаций. Данные, конечно, не приводятся. Знаете, мне это напоминает расхожую фразу из желтой прессы. По мнению британских ученых или по данным, или исследованиями британских ученых доказано, и никто никогда не видел этих британских ученых, которые доказали полезность какой-либо пасты или вред какого-нибудь шампуня. Вот это все из этой песни. Ну и ладно, продолжаем. Это все, опять же, о разъяснениях Росрыболовства. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 декабря 2014 года номер 453 утверждены правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Ну, как я и говорил, и можно найти на моем канале ссылочки для скачивания таких же аналогичных правил для других рыбохозяйственных бассейнов. Ну, пример у нас московский. Вернее, Волжско-Каспийский. Так вот, ну, констатировали факт, что установлены. Ну, хорошо. И далее ссылаются на подпункт Е, пункта 10, правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Московской области, которые запрещают, так вот, якобы эти правила запрещают заходить в постоянные или временно закрытые для плавания районы без специального разрешения или преднамеренного остановки запрещенных местах. Ну, друзья мои, во-первых, эти правила, они не могут противоречить правилам пользования маломерными судами, утвержденными приказами ГИМС МЧС России. Соответственно, они не противоречат. И ни они, эти московские правила, ни федеральные правила не содержат никаких запретов на плавание в период нерестового запрета. Ну, и далее толкователи делают странный вывод. Передвижение по рекам, озерам, водохранилищам и их притокам на всех видах маломерных прогулочных судов с применением моторов с целью осуществления рыболовства или без таковой, или без таковой. Вот откуда или без таковой, я так и не понял. Запрещено. Вот такого запрещения не содержит ни один федеральный или региональный закон. И это совершенно очевидный факт. Ну, и далее нам разъясняют, что за нарушение данных нормативно-правовых актов административная ответственность предусмотрена частью второй статьи 8.37 нарушения правил регламентирующих рыболовства и статьи 8.33 нарушения правил охранной среды, обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов Кодекса об административных правонарушениях. Ну, так вот, самое время обратиться к этим двум статьям Кодекса об административных правонарушениях и растолковать, как же они применяются. Я не стану утомлять вас юридическим занудством, объект, субъект, объективная, субъективная часть. Я расскажу только то, что важно понимать каждому, даже не будучи юристом. Итак, начнем с простых вещей. Статья 8.37 действительно содержит ответственность, предусматривает ответственность за нарушение правил рыболовства. Замечательно. Но не правил плавания и не правил пользования маломерными судами, а только правил рыболовства. О том, какие правила рыболовства для нас обязательны и в какое время, я уже сказал чуть раньше. Вы помните, да? Как мы правильно читаем статью закона, да? То есть, главное, разъяснение и завершение. Ну, а 8.33 статья – это отдельная песня. До меня дошла информация вот вчера о том, что на моем любимом селе Герри замечательная рыбоохрана, ну, точнее, контрольно-надзорное управление, зачем-то назвали его так, активно привлекает жителей острова Городомля и других судоводителей маломерных судов. По этой статье 8.33. В чем суть? Люди, живущие на острове Городомля, могут попасть на большую землю единственным способом. То есть, в магазин, на почту, в поликлинику, да просто на большую землю, чтобы на транспорте перемещаться куда бы то ни было. Так вот, они могут попасть только по воде. Это остров. В период, когда не ходят рейсовые суда, остается только использование маломерных судов. Да, сам на своем или товарищ подвез, неважно. И вот их тормозят и привлекают по статье 8.33, поскольку они при таком движении от острова до города Осташково якобы нарушают зону запретную нерестовую. Давайте разбираться. 8.33. Имеет ли вообще она хоть какое-то отношение к нам с вами? Так вот, ответ однозначный нет. Ни при каких обстоятельствах. Чтобы вы не копались, я процитирую статью. Статья 8.33 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биологических ресурсов. Рыба называется ресурс. Неважно. Суть статьи. Нарушение этих правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Ну, все прозрачно и просто. Но вот какая история. Целями статьи 8.33 является охрана животного мира с помощью специальных средств защиты среды обитания и путей миграции и предотвращения самовольного воздействия на сложившиеся популяции животных. Вот теперь эту заумь перевяжу на русский язык. Сфера действия данной статьи охватывает разнообразную хозяйственную или производственную деятельность промышленно-сельское хозяйство, транспорт, энергетика, оказывающие влияние на среду обитания. То бишь, распашка земель, когда стекает в воду удобрение и навоз, извините. Или прокладка электросетей таким образом, что в воду над водой распространяются волны. Шучу. Вот. Или любые другие хозяйственные способы воздействия. Например, юрлица или граждане обязаны принимать меры по предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира при проведении сельхозработ и других работ, а также при эксплуатации ирригационных, милиаративных систем, линий связи, электропередачи, коммерческом использовании транспортных средств. И вот нарушения за это караются. То бишь, только деятельность хозяйственная и промышленная, если она отрицательно воздействует на биологические ресурсы, на животный мир и на рыбу, вот тогда статья 8.33. О какой производственной или хозяйственной деятельности может быть речь, когда человек перемещается на лодке от места, где живет, в место, куда ему надо? Вот такая история. Поэтому, дорогие друзья из Тверского контрольно-ревизионного или как-то вас там, контрольно-надзорного управления, я обещаю вам, что как только у меня в руках будут постановления о привлечении, то есть пока есть только протоколы, постановления будут, я обязательно, просто обязательно окажу содействие наказанному в обжаловании ваших действий. И если Тверские суды не встанут на нашу сторону, то мы пойдем дальше, до Верховного суда. Давайте все-таки разберемся еще глубже в этой статье 8.33. Есть такой закон федеральный от 24 апреля 1995 года, действующий, 52 ФЗ о животном мире. Ну, он действующий, потому что в декабре, да, в декабре 2018 года в него внесены последние изменения. То есть закон абсолютно живой. И статья 22 говорит о сохранении среды обитания объектов животного мира. Это как раз за нарушение карает статья 8.33 КААП. Любая деятельность, текст статьи закона о животном мире. Любая деятельность, де-я-тель-ность. Влекущая за собой изменение среды обитания животного мира должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. При размещении, проектировании, строительстве населенных пунктов. Это вот о какой деятельности идет речь. То есть 8.33 вот сюда относится. При размещении, проектировании, строительстве населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов. Совершенствовании существующих внедрения новых технологических процессов. Введение в хозяйственный оборот целинных земель, заболоченных прибрежных и занятых кустарниками. Миллиорации земель, использование лесов, проведение геолого-разведочных работ, добычи полезных ископаемых и так далее и тому подобное. Вплоть до выпаса животных. И вот только эта деятельность, в случае, если она наносит вред животному миру и среде его обитания, может караться по статье 8.33. Про статью 8.37 я сказал уже выше. Не давайте себя в обиду и не верьте этим разъяснятелям из различных бассейновых управлений, управлений Росрыболовства, которые по непонятной для меня причине. Как будто вот у них это цель жизни пытаются запретить нам на маломерных судах выходить на воду. В какие бы то ни было запреты, а даем волю, они бы запретили это навсегда. Зачем? Скажите, зачем вы нарушаете наши конституционные права на свободу передвижения и на свободное бесплатное пользование всеми богатствами страны, включая водные объекты? Я не понимаю. Друзья, не дайте себя подставить и не идите на поводу у этих контролеров. Будем жаловаться. Совершенно очевидно. Пока.